Как говорят, начнем с женщин, но это как бы не совсем веселая тема, тема героизма женщины. Несколько дней назад ускорила мать девяти детей, один из Агави, начался пожар дома, это были ночи, дети спали, и вот она вытаскивала девять детей. В Татарске была один за другим, и когда она вытащила всех девять детей, она задохнулась от удушливого газа, и нашли ее уже бездыханной, хотя пытались возвратить ей жизнь, уже было бесполезно. Муж ее, Раф Заави, тоже вроде участвовал в спасении детей, но он, когда он описывает, как она спасала, он говорит, это было подобно львице. Она была подобна львице. Ее ничто не останавливало, ни огонь, ни удушья, ни трудности. Она вырывала каждого ребенка из обряд и смерти, спасавшего детей. Теперь они остались одни, но, безусловно, это вырастает до размера символа. Вот такая героизм женщин. И это известно. Есть другой пример, который был много лет назад, тоже связанный с пожаром, в районе Ерихон. Есть автобус, который идет от Иерусалима через Ерихон, Бэчан. Если не ошибаюсь, это 947-й. И вот там, тогда еще не было этого разграничения, не было соглашений о словах, автобус проезжал мимо Ерихона, и раб из Ерихона бросил бутылку с зажигательной смесью в автобус. Автобус загорелся. Там была семья Байс. Рахель Байс, ее трое детей и муж. Муж вышел, он понимал, что все, автобус сгорит, татла, а Рахель осталась с детьми. Хотя был один солдат, который там сидел, я помню его фамилию, Делароза. Он пытался ее убедить, чтобы она вышла, чтобы она спаслась хотя бы сама, она отказалась. И она сгорела вместе со своими детьми. А муж стоял наружу, кричал, плакал, призывал, но осталась с детьми Рахеля. Без всякой критики в сторону мужского пола, это потрясающее особое качество женщины, самоотверженность, спасение своих детей. Как львица. Эта история очень подходит к истории, которую мы учим в нашей недельной главе. Известно, он, бен Палет, участвовал в заговоре против Моше вместе с Корохом. И сразу на первых страфах нашего раздела упоминается он, очевидно, он был из сыновей Рувена, из руководителей этого клана. А когда потом говорится о том, что они все погибли, он его не упоминает. Поэтому на основании этого наши мудрецы говорят, что жена его убедила не участвовать в этом заговоре. И даже на стопе говорят, что она понимала, что будут организаторы заходить и звать всех тех, кто подписались. Она села у входа в шатер, распустила волосы. Как мы знаем, нельзя смотреть на волосы замужной женщины без косынки. А самого Ивана она поила до пена, чтобы он не выходил. Так женщина спасла своего мужа. И, не знаю, есть похожие рассказы из истории России, восстания декабристов. Вы знаете, был такой вождь декабристов, князь Трубецкой, который должен был командовать всем этим восстанием. И в последний момент он не вышел на Зимнюю площадь. Сказался больным, так говорят. И говорят, что эта жена его убедила. Она ему сказала, что это восстание беспрерспективное. И поэтому лучше остаться в живых. Правда, его все равно посадили в Острог. Он там сидел 13 лет в Остроге. А его жена приезжала к нему где-то под Иркутском на каторгу навещать его. Представьте себе, княгиня Трубецкая, она была из семейства Аболенских. Княгиня Аболенская приезжает навещать своего, оказывается, мужа. Это не хочу сравнивать. Есть какое-то особое качество у женщины. Самоотверженность, преданность мужу. Недаром у нас в Мишле Ишломов, в «Премудростях Соломона», как это говорят, в притчах, говорит царь Ишломов «Хохмат и шабан табайт». Мудрость жены строит дом. И это очень правильно. Когда муж не вмешивается, дает жене строить дом, личный дом. Она строит его, и приятно быть в этом доме. Это все то, что касается о качествах превосходных, и многих других качествах женщины. Превосходная мать. С другой стороны, это приводит нас к актуальной теме довольно. Призыв женщин в армию. Это спорный вопрос, но в Израильской армии он уже решен нашими генералами-феминистами. Почему они феминистами? У них жены феминисты. Повлияли на них. Здесь у нас такой генерал Айзенкот был в правительстве, сейчас вышел, был начальником генерального штаба. Чем он занимался? Он занимался призывом женщин в армию. Распускал целые дивизии. Сейчас он кричит о том, что не хватает солдат. Вот он их распустил. А заодно он набирал женщин. Убеждая, что женщины обладают всеми качествами, которые нужны для солдата. Я читал отчет одного американского военного психолога, врача о том, что у них был подобный эксперимент в американской армии. Они пришли к выводу, что женщина не способна стоять на тех физических нагрузках, которые необходимы для воина. Есть, он говорит, какой-то небольшой процент, но для того, чтобы вкладывать огромные силы, чтобы отсеивать этот процент, лучше тренировать мужчин, которые способны. Это приводит нас к теме, что Кадош Буру Хашем сотворил женщину и мужчину, как мы это знаем. У каждого своя функция. Переделывать это – это одно из видов атеизма. Как мы помним, когда строилась эта Вабилонская башня после потопа Ноаха. Там говорят, в чем она была построена. Должна была бы высокая башня, как в Китае кажется, километр высотой. Это возможно с точки зрения его. А говорят, что они хотели этим доказать. Не все от тебя зависит. Мы знаем о Боге, что ты там творец, создатель и все. Но мы сейчас ей докажем, что мы тоже кое-чего можем. Вот и результат известен всего этого эксперимента. Нельзя ставить эксперименты над Творцом. Творец от твоей женщины и мужчины. Женщина превосходно справляется со своими качествами. Иногда, во многом, да, может даже заменить мужчину. Но есть вещи, которые нельзя заменить, невозможно просто заменить. И стараться изменить это, я говорю, это вызов творению. Которое приносит, соответственно, много жертв. Потому что есть подразделения, в которых, знаете, как бы, они хотят женщины амбициозные, как и все. Они хотят быть в спецназе. А в спецназе надо таскать огромные грузы. Надо преодолевать всякого рода препятствия. Мужчины помогают своим напарницам, потому что еще один ввели такой, как бы, эксперимент. Смешанные воинские подразделения. Мужчины с женщиной. Ну зачем эта игра нужна? Соответственным образом это, конечно, отражает то, что наши генералы, как уже много раз говорилось, они все индоктренированы американским воспитанием. Как только какой-то генерал начинает расти и становится потенциальным, каким-то важным начальником, его сразу привозят в Америку. Американские, как бы, доброхоты обучают его супервоенному искусству американскому и заодно пачкают ему мозги. Вот он приезжает одна, начинает, как бы, изменять армию нашу по американскому образцу. А чего там у американцев мучиться? Нечем мучиться. На самом деле, если бы американцы разрешали нам делать то, что они делают, в странах, в которых они воюют, мы бы давно уже победили. Они там, как приводится всегда этот классический пример с Второй мировой войной, когда они бомбили немецкие города, они не думали, что там есть мирное население, женщины и дети, они там были, безусловно, куда они делаются. Бомбили, как бы, совместницом земли. Нагасаки, Хиросима, то же самое. А нам нельзя. Почему они хотят нас воспитать, чтобы мы были более гуманны? Это глупости какие-то. А в целом, нечем у них у американцев мучиться. Наоборот, американцы должны учиться у нас, как вести военные действия, как терять мало солдат. Я говорил уже много раз, что когда началась война, Байден срочно прислал в Израиль нескольких своих специалистов, генералов по войне с мусульманским террором. И говорили, что вот, смотри, какой добрый дядюшка Байден, нам оказывает помощь, послал нам этих генералов. А сейчас поясняется, что он их послал для того, чтобы они нам мешали работать нашим командиром. Чтобы все время говорили, что ты не делай, ты не делай. И еще вселять панику и говорить, что вы хотите достичь, что-то невозможно. Вот это как бы печальное состояние. Мы говорим всегда, мы гордо, мы не банановая республика. Банановая республика – это образ из Латинской Америки. Не банановая республика, но и не независимое государство. Многие призывают, чтобы мы были независимым государством по-настоящему. Но это невозможно. Мы живем в международной деревне. И все друг с другом связаны. Поэтому игнорировать вообще. Тут надо быть умным и как-то уловить, где еще что-то можно, а где уже нельзя. Конечно, если бы мы были в России или Китае или США, мы бы себе могли много позволить. Но мудрость руководителя заключается не только в том, что он дает приказ вперед, а он когда не надо вперед, он не посылает вперед. Зачем даром губить своих солдат. Сейчас есть определенная стагнация в военных действиях. Так называемый коридорный царим. Это как бы такая широкая полоса, которая начинается от границы Израиля с Газой и ведет к морю в северной части. То есть, скажем, представим себе, есть северная часть Газы, есть центральная часть Газы и есть южная часть Газы. Как будто прожили такую трассу шириной нескольких километров для того, чтобы не допускать перехода террористов из одного района в другой район. Это, конечно, вынужденная вера, и она работает, потому что понятно, что террористы Хамас, скажем, террористы Хамасовской армии, они пытаются посылать подкрепления в какие-то места. И очень важно перекрыть это. Но, с другой стороны, в тот момент, когда у нас есть какая-то зона, которую нужно охранять, мы становимся живой мишенью для врага. То есть, одно дело, когда мы наступаем и бомбим, они сидят в своих норах и не осмеливаются высовываться. В тот момент, когда у нас есть трасса, которую мы должны охранять, и по которой мы, в смысле, израильская армия доставляет боеприпасы, солдат, пищу, всем частям, которые находятся, они становятся живой мишенью. Каждый день, не дай бог, мы слышим о том, что снова кто-то убит, потому что и снайперы, сейчас снайперская винтовка позволяет стрелять на большие расстояния, и не зная, где там, скажем, все ближайшие высокие дома взбомблены, уничтожены, но если на расстоянии где-то порядка километра есть какое-то здание высокое, с которым можно обстреливать эту зону, мы находимся в руках. Это все приводит к выводу и другие события, что, к сожалению, надо пересмотреть первоначальный план правительства, государства, когда говорилось о том, что мы полностью уничтожим или прекратим контроль Амаса. Как мне сказал один израильский офицер, полковник, который находится в штабе фронта, он говорит, там у них 2 миллиона жителей, каждый из них готов стать бойцом Амаса. 2 миллиона трудно уничтожить, надо быть реалистом. Как бы просто таким ура-патриотом, мы всех победим, это бесполезно. Гибнут свои солдаты, каждый сегодня погиб солдат. Офицер вчера погиб. Я каждый раз, когда смотрю эти сообщения, просто сердце кровью обливается. Я уж не говорю о том, что мои дети скоро снова не кончили, там 3 месяца, сейчас был небольшой перерыв, они снова призывают их. Часть из них будет служить там, как раз в этом коридоре. Я думаю, что можно сделать, как можно обезопасить. Так я даже написал там каким-то своим знакомым, которые могут передать это в более высшие инстанции, что, во-первых, части как бы снабжения можно через море. На самом деле, конец этого коридора, на самом деле, находится у моря. Потому что через море своими транспортными, правда, и корабли тоже могут обстреливаться. Но это непросто. Есть там причал этот американский, который они построили. Ну, так они потребовали от нас обязательства, что мы не будем пользоваться их причалом. Но для того, чтобы подвозить живую силу и какие-то продовольствия, не нужно, конечно, такой огромный причал, который, на самом деле, уже несколько раз разламывался из-за всей как бы оснащенности. Что еще можно делать? Много вещей можно сделать. Проблема. Та же самая проблема, мы знаем, в районе Ливана. Они обстреливают. И каждый день гибнут солдат. Это ужасно. Это всякая война, которая затягивается. Если нет наступательного движения, это приводит к большим жертвам. Это известно. А наступательные движения по разным причинам невозможно производить. В этом большая трудность. Поэтому, с одной стороны, мы люди военные, и мы любим воевать, и любим побеждать. Но надо, я говорю, смотреть в правде глаза и принимать какие-то умные решения. Вот сейчас у нас смена власти в Европе. Возможно, что-то изменится. Правда, насколько это быстро подоспеет. Знаете, в Великобритании партия Лейбор терпит поражение. По всем предсказаниям к власти придут консерваторы, консервативные партии. Во главе их стоит некий, глава этих консерваторов, стоит некий Кир Штюрмер. Не знаю, как это. Я не слышал, как произносятся по-английски это имя. Звучит по-немецки. Штюрмер – это атакующий кто-то. И вот этот Кир Штюрмер является лидером этой партии. Очевидно, будет премьер-министром. Он сказал, что он заранее предупреждает, что вечер Йом-Ши-Ши для него свят. Жена у него еврейка. И он течит ее традицией. Поэтому Каббалат-Шаббат он делает вместе со своей женой и со своими детьми. Это, кстати, большой урок всем нашим военным и следом правительства. Насколько он не еврей, скорее всего, он оказывает уважение и традицию своей жене. Насколько человек, который не обязан, но он понимает важность субботы. Он соблюдает субботы. Уже есть даже заявление, как так, такой человек не может быть нашим премьер-министром. Но сейчас такие заявления, конечно, легко сбивают. Это антисемитизм, то, что вы говорите. Действительно, что произойдет, если он пару часов будет с женой, она будет зажигать субботние свечи, будут есть там какой-нибудь, я не знаю, какие-то вещи. Конечно, Азохан Вейк, это еврейская жене, которая женилась на англичане. Но это часто бывает. Я был как-то в Исландии. Ну, там тогда это еще была советская власть. Группа активистов приехала. Там должна была быть встреча между Рейганом и Горбачевым. И мы, группа активистов, в Израиле, поехали в Исландию, того, чтобы там проводить демонстрации протеста. Потому что мы сказали, ага, это самое у них называлось саммит, встреча в Верхах. Как они искали место, где можно встретиться? В Исландии, наверное, для того, чтобы ограничить себя от всяких демонстраций и протестов. И заодно еще выбрали это в Йом-Кипу. Ну вот, ну никак. Но мы сказали, тем не менее, мы приедем. И там я искал связи, где там есть евреи в Исландии, чтобы они помогли. Евреев там не было. Но там был, правда, на самом деле была одна еврейка, которая женилась на главном редакторе самой большой исландской газеты. И поэтому этот самый исландец, он был патриотом Израиля. Тогда, я не знаю, как сейчас, поэтому это было наше... Помогал нам, помогали нам в демонстрации в Йом-Кипур, к месту, где так это должно было происходить, эта встреча саммит. И исландские христиане, сторонники борьбы за свободу советских евреев, чтобы выезжали совершенно парадоксально. Помню, когда я встретился с Раумом, Дахайм Ильяу, и сказал, что, собственно говоря, мы приезжаем для того, чтобы выступать перед прессой. А это в Йом-Кипур. Значит, таким образом, как бы, нас не дают возможность сейчас будут пользоваться микрофоном. Вот я сказал, вопрос мукцы мы решили. Значит, нельзя там вообще, там, вся Исландия, там нет никаких, как вы знаете, РУ в какое-то обнесение, ничего нельзя носить. Это будут нести христиане и демонстраты, будут нести плакаты заключенных. А вот, как говорится, репортеры, они же будут записывать. А Раум Ильяу, понимая необходимость того, чтобы наши, как бы, слова прозвучали, им говорить, вы не говорите прямо в микрофон, говорите рядом с микрофоном. И таким образом, как всегда, знаете, как мы знаем, закон говорит так, что воюют солдаты даже в зубботу, потому что это вопрос жизни и смерти. Ну, тут, может быть, не было вопроса жизни и смерти, но кто знает, возможно, вот такое выступление Исландии прозвучит на весь мир и ускорит освобождение заключенных наших из тюрьмы, это самое, облегчит выезды Советского Союза. Я говорил о международных отношениях, что мы понимаем, что мы находимся в кругу, как бы, стран, и поэтому мы должны всегда считаться с мнениями. И тут-то обращает на себя внимание наш новый министр национальных дел. Если кто-то не обратил внимания, так незаметно был назначен министр национальных дел Исраэль Кац. Такая фамилия еврейская Кац, Исраэль Кац. Он был до этого министром транспорта, и тот, кто едет, на всяком случае, в районе от Иерусалима и дальше, видит все эти проложенные шоссе, дороги и мосты, это он построил. То есть человек очень решительный, напористый, умеет предоставить. Ну, думали, что он, как бы, хозяйственный министр. Он умеет, тем более, что у него большее образование, как раз в инженерной области. А когда он стал министром национальных дел, сейчас он проявляет большую инициативу в области средств массовой информации. Он собрал, может быть, на этой неделе, на прошлой неделе, съезд 250 наиболее известных блогеров. То есть те, которые есть какие-то свои программы, какие-то небольшие станции ведут эти радиопередачи, которые, как бы, охват слушателей несколько сот миллионов человек. И они занимаются в целом, как бы, они настроены положительно к Израилю, большая часть из них евреев. И вот эта конференция, как бы, чтобы они координировали свои усилия. Очень правильная идея, как она раньше не пройдяло к нам в голову. Чтобы, действительно, как бы, один из моментов, по которому мы страдаем, это то, что арабская пропаганда сильнее нас. Мы оправдываемся, что-то доказываем, а они нас забивают своей ложью. Как ни странно, эта ложь вполне, как бы, принимается. Просто люди живут в фантастическом мире грезно. Скажем, мы бы сказали, арабы – это понятно. У них такая менталитет – жить в мире, скажем, тысячи одной ночи. Но это не арабы, это не мусульмане, это весь мир живет в этом обмане. Вот как пробить эту брешь и лжи, по-моему, Исраиля Каца нашел очень оригинальный метод. А вчера получили сообщение тоже о еще одной новшестве Исраиля Каца. Он ведет переговоры с украинским министром иностранных дел, некий Куляба. И он так, как известно, предыдущие министры иностранных дел, наш главправительство, старался занять нейтралитет по отношению к войне с Россией и Украиной, учитывая, что есть российские войска в районе Сирии, а нам как бы надо обстреливать все, что прибывает из Ирана через Сирию. Как это били, сказать – это не наша война, мы не вмешиваемся. Тут, возможно, есть тоже изменение какой-то принципиальной позиции, когда говорит Исраиля Каца, обратился к Кулябе и сказал – у нас есть общий враг – это Иран. И поэтому надо смотреть, каким образом мы можем изолировать. Дело в том, что Иран, у него есть проблема с финансами. В свое время, когда был Обама, он разморозил неликвиды, как бы банковские счета Ирана, а в США, на размере 100 миллиардов долларов. То есть, на самом деле, подарил… – Заморозил? – Заморозил? – Разморозил. – Разморозил. То есть, подарил им 100 миллиардов долларов. Это сила Ирана. Поэтому мы здесь должны действовать с учетом того, что у Украины есть связи, популярность с Европой. По-моему, это очень интересный ход. Смотреть, каким образом он говорит. Больше всего нас беспокоит, естественно, как и Украину. Это беспилотники иранские. Иранцы изгодавливают дешевые беспилотники. Стоимостью нескольких тысяч долларов, каждый из них. Поэтому это камикадзе, это самоубийцы, которые летят и убивают украинских солдат, и убивают наших солдат. Это очень интересное направление. Я даже подумал, у меня тоже есть своя идея, которую я пытался продать разным министрам. Сейчас вот увидел, что Исраиль Каспор имеет такие интересные инициативы. Я думаю, да, я к нему обращусь. Почему я могу обратиться к нему? Он меня знает. Когда-то, много лет назад, скажем, лет 10 назад, еще американский шпион Ионатан Поллард был в американской тюрьме. И я здесь был один из тех, кто проводил, как бы участвовал с инициаторами проведения демонстрации в защите Ионатана Полларда, чтобы повлиять на израильское правительство, чтобы были приняты гораздо более серьезные меры для освобожения Полларда из американской тюрьмы. И вот, значит, как я со своим товарищем, мы нашли какое-то место, где можно строить большую демонстрацию. И выяснилось, что это находится в юридиции министра сельского хозяйства. Многие земельные угодья, которые уже не обрабатываются, они по-прежнему министру сельского хозяйства. Ну, думаю, чем черт не шутить, написал Исраиль Акадзе, послал ему имя, что вот я хочу встретиться, и все. Он сразу меня принял, стоит моим товарищем. Он говорит, как же, как же, я помню, это операции свадьбы, воздушные, как бы, пираты, и все, как бы, ты для меня герой. То есть человек, как бы, свой, знает, о чем мы делаем, потому что многие, как бы, слушают, кто это такой, кто это такой Менделевич, кому он нужен. Вот Исраиль Акадзе, видно, как бы, в курсах, может быть, он еще помнит меня, наверное, помнит меня. У меня есть один мой знакомый, который учился вместе, как бы, жил в одной студенческой квартире вместе с Исраилем Акадзе. И он говорит, что они жили здесь, в Переат-Муше, учились в университете, вот, и говорит, мы, молодые ребята, были студенты, я не знаю, 30 с чем-то лет, мы выращивали марихуану, цветочная горшочка в этой квартире. А Исраиль Акадз ни на что не обращал внимания, очень серьезно зубрил свое там инженерное дело. Серьезный человек ответственный. Вот такие дела. Бежонные отношения, я говорю, как это связано с нашей Парашад-Чабуа, Корах, Гадатон. Вот, видно, что мы видим, что Корах, так же, как, скажем, наш министр на старое дело, Ле Абдель, занимается пропагандой. Они же, он говорит, всю ночь он не спал, и он проходил от шатра к шатру, чтобы убеждать людей, Лаках, Корах, взял Корах, взял как убеждение, да, он понимал, что это уметь убеждать и говорить, о чем говорили, о равенстве. Она интересная очень тема, да, нам давно известная. Свобода, равенство, братство. Говорил Корах еще до того, как это изобрели французы, фратерните, галите. Корах говорил, мы же все люди равные, да, нас отворили равными. Так почему вот тут какая-то семья, Корона и Мирьям, и Моше захватили власть. Надо свернуть их власть единолично. Мы должны как бы создать мнение, зная какую-то форму социализма, какой-то социализма. Он имел в виду, конечно, прежде всего, себя, но в целом он был таким очень интересным агитатором. Равенство. Как мы знаем, равенство – это лозунг современной демократической партии. Под этим равенством они говорят, что все люди равны, что нельзя различать пол, и как бы раса. И когда, скажем, приходят еврейские народы и говорят, мы чувствуем, что у нас есть особая миссия, и поэтому мы должны жить в Израиле, потому что только в Израиле мы можем выполнить свою миссию. Это национализм, это расизм. Мы вас не будем поддерживать, смотря на сколько это становится опасным. А как мы знаем всякое равенство. Я не знаю, я вышел из страны всеобщего равенства, как писал американский писатель, который написал книгу о будущем социализма. Он говорит, у нас, говорит, в нашем обществе все равны, но есть кто-то более равный и кто-то менее равный. Это Оруэлл, известная книга Оруэлла, когда так было написано, но было еще написано во время советской власти, и, естественно, воспринималось как критика и насмешка над советской властью. И действительно так произошло. Потому что люди не равны. Как я говорил в начале про женщин, женщины и мужчины, они не равны. Им всем приходятся одинаковые права. Я не знаю, социальное обеспечение, защита каких-то их законных прав, права голоса, права речи, все это правильно. Но надо считаться объективным фактом, ты не можешь менять природу. Поэтому, когда говорят о равенстве, и люди это не принимают, все люди равны. Надо взять у богатых, почему они обогатились. Все же люди равны, надо распределить это богатство пропорционально между всеми. Если возьмем у Маска его 300 миллиардов долларов и поделим среди 300 миллиардов людей, которые, скажем, 300 миллиардов нет, у нас нет, 5 миллиардов, 6 миллиардов людей, и каждому попадется по сколько? По 10 долларов. И у него он у нас останется без денег. Да, у него не будет денег, но он человек умный, не знаю, он откроет какую-нибудь там мастерскую по починке чего-то, он будет жить. Это смешно, отбирать у людей деньги. А люди не хотят отдавать. Поэтому, как они не хотят отдавать, надо создавать органы, карательные органы, подавление вот этих буржуев, которые не хотят отдавать свое золото, надо их убивать, надо их захватывать у них. Знаете, когда был такой, один из руководителей НКВД, приближенный к Сталингу, был такой, ягода, но это было не ягода, слово ягодка, ягодка, очевидно, какой-то горский еврей или что-то, ягодка. Он был очень высокий человек. Ну, понятно, что Сталин не любил, как и Петр Первый, он говорил, что всякий начальник, когда долго находится власти, он жиреет, и он начинает посягать на более высокую власть. Поэтому идея была такая. К определенное время Секира Башка сняли от его ягоду, провели у него обыска дома, нашли у него несметные богатства. Я не помню сейчас, сотни мужских пальтов, кольца и ожирения, то есть все, что забирали у этих богатых людей, он себе брал, как Куэн, да, диссетируем. У него так скопилось это все. Это состояние равенства. О каком равенстве может идти речь? Это неестественное, не может быть состояние, но, к сожалению, демократы сейчас, как мне сказал один американский еврей, демократы это не демократы. Раньше евреи полностью поддерживали демократическую партию. Где-то 90% евреев поддерживали демократическую партию. Почему? Демократы действительно это демократы. Да, демократия, равенство в рамках нормальных. А правые республиканцы, у них было очень много идей превосходства белой расы. Это Кукукс-кланы, все эти самоорганизации, они поддерживали республиканцев. То есть, естественно, что евреи хотят быть на стороне демократов, которые защищают их права. Сейчас он мне говорит, этот американский мой друг, он говорит, сейчас их ничего нет. Это все демократы придерживаются идеи прогрессизма и вот этого равенства. Знаете, на прошлой неделе был настоящий погром в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес, один из крупнейших городов США. Красивый город. Хотя было в Лос-Анджелесе ничего не красивого там я не видел. Есть только несколько кварталов. Да, на вся среде красиво. На миллионце был погром, причем погром в еврейском районе. Есть там Беверли-Хиль, это самый богатый район, там, естественно, живут евреи. Есть Пико-бульвар, такой проспект Пико. Там находится много синагог. Я там молился. Это большая синагога. И вот, значит, эти пропалестинцы с девизом того, что евреи из Беверли-Хильз, вообще из Лос-Анджелеса, дают деньги евреям, чтобы они покупали бы арабские земли, скупали бы арабские земли. И вот это причина погрома. Мы знаем, погром это вообще-то чисто русское слово, даже корень слова громить что-то. И тогда там, мы знаем, что в России в свое время, в конце 19-го и начале 20-го века погром проходил с молчаливого согласия властей. Причем пускали слух, возможно, обослованные. Они говорили, что власти хотят, батюшка желает, чтобы приструнить этих евреев. Он не может официально это сказать, но нам нечего опасаться, царь нас поддерживает. Вот начинали громить. И это выражалось в том, что власти не вмешивались. Давали возможность громить, стояли в стороне. А потом, как мы знаем, были соформированы отряды еврейской самообороны. Потому что были уже служащие, евреи, которые служили в российской армии. Они умели воевать. Они доставали нелегальное оружие, создавали боевые отряды. Их сразу арестовывали. Использование оружия. Если там была такая группа самообороны, конечно, погромчики не осмеливались удалить. То же самое произошло в Лос-Анджелесе. Евреи знали заранее, что готовится под ром. Просто если посмотрите, у Феликса Ханделе есть книга «Временные события». Когда один из первых, первый том или второй том, как раз рассказывает о том, что происходило в Кишиневе и в других городах. Евреи знали, что готовится под ром. Обращались к местному там губернатору, к полиции, чтобы спасли, вещали. Они сказали, мы не вмешиваемся. Да, это не наше дело. То же самое сказал мэр города Лос-Анджелеса. Я не вмешиваюсь, это какие-то ваши внутренние счеты, евреев, все это самое. Дайдите с ними общий язык, я не знаю, все. Пришли погромщики. Полиция стояла в стороне, они не вмешивались. Я видел, здесь просто кадры, видят, что было, конечно. Там евреи, это не евреи из местечек, ребята в США, которые очень много занимаются спортом, спортивными всякими видами, они пришли оборонять свою синагогу. Ты смотришь, акробабленные лица, акробабленная одежда, полиция не вмешивается. Там, можно даже сказать, еще арестуют какого-то еврея за то, что он ударил какого-то там погромщика. Вот это Америка, то есть, как бы, я вам рассказывал, что в прошлой неделе была конференция евреев в США, которая призывает своих братьев из США оставить Америку и приехать в Израиль. И там был один очень уважаемый раввин, американский, который сказал, о чем вы говорите. Я, говорит, я действительно, я сионист, я за то, чтобы американские евреи приехали и жили в Израиле. Но если вы будете пользоваться такими лозунгами паническими, погромы, опасность существования, над вами будут смеяться. Ничего подобного в Америке нет, скажут, что вы нерелевантны. Вот, пожалуйста. Это то, что произошло в Лос-Анджелесе, как сказали уже, когда, снова я не помню, надо посмотреть, чья это цитата. Когда, в 1933 году, Альберт Эйнштейн уехал в Америку. Потому что он сказал, там, где жгут книги, сжигали его книги. Сжигали Талмуд, сжигали книги теории относительности. Вот, он сказал, там, где жгут книги, будут жечь и людей. Как прямо, как вот уже. Там, где громят синагоги в центре Лос-Анджелеса, с попустительством полиции и властей, будут ни одну синагогу громить. Я, конечно, не желаю этого американцам. Я очень хочу, чтобы они пришли сюда, в Израиль, не из-за создания, как бы, панического состояния. Могли бы спокойно переправить сюда свои деньги, свои имущества. У нас евреи богатый народ, ничего не скажешь, собрали много денег. Пусть сюда вкладывают развитие промышленности. У нас необходимо развивать, особенно, производство ракетной техники, снарядов, как мы знаем, точных снарядов. Есть, куда вложить деньги. Таким образом, все эти события напоминают нам конкретно то, что произошло. Я говорю, Корох приходит, говорит, наводит смуту, проводит политику. Я видел очень интересный момент по поводу Короха. Не помню, говорил ли я вам и нет. Гематрии. Есть такая гематрия. Имена Короха состоит, подсчитайте, куф, рэш, хэт, да, дает 308 гематрии. Боше, это мэм, щин, хэй, дает 345 гематрии. Отнимите от 345 гематрии. От муше отнимите Короха. Остается 27 гематрии. Подсчитали, нашли, что 27 – это имя Авеля, хэвель. Хэй, бет, ламет. Хэй, пять, бет. Два, ламет, три, 37. То есть получается так, что если к числу Короха добавить Авеля, получается муше. Все это не какие-то мои измышления. Вот мудрецы сделали такой подсчет. Все это, представьте, таким образом есть это 308 – это шах, шах и мат, да. 308 – это ку, это шин, хэт, шах. Есть свободный радикал. Вы знаете, в медицине известно, что раковые опухоли возникают из-за вот этих свободных радикалов, которые прилипаяются к другим клеткам и начинаются, как какие-то присасываются к другим клеткам и начинают создавать вот эти раковые опухоли. То же самое шах, да. Если он попадет неправильно, он грозит смертью. Если он свяжется с хэвелем, получается мушарабейну. И что мы видим? На самом деле есть какая-то тенденция оттечествления Каина с Корохом. Я не знаю, я пытался понять, в чем причина такого оттечествления, кроме первой буквы КУВ, вроде бы ничего нет. Но есть, как бы, безусловно, в смысле гематрии нет общности. Но в целом, как бы, в образе есть. Как мы знаем, Каин происходит от слова кликнот, кинян, материальное, материализм. И в этом смысле он, как бы, претендует на власть в этом материальном мире. Как говорят мудрецы, девиз Каина было, что все сотворено для меня. Этот мир существует для меня. Я готов взять и управлять тем, чем он. А в отношении этого хэвел, его брат, его антипонт, он был, вроде бы, положительно характеризуемой личностью, но он был слабым. Как мы знаем, хэвел – это, наиврите, пар. А пар, он не держится на земле, он всегда поднимается наверх. Ну, там он поднимается в высшие миры, и это очень хорошо. Это, как бы, красиво. Но в этом мире он жить не может существовать. Поэтому, когда мы говорим о том, что Каин убил хэвел, это имеет гораздо большее значение, что чисто духовное не может существовать в этом мире. Должно быть соединение духовного и с материальным. С одной стороны, надо быть бойцом, надо уметь постоять за себя. С другой стороны, надо действительно жить не только этим миром, и высшим миром. Говорят, почему, когда Корах знал, что его потомки будут Шмуэля Навиев. Это ему дало фору, чтобы он хотел претендовать на власть. У меня такие потомки, а вы, как бы, предка этого великого, главный, как бы, судья, первый Шуфет, чуть ли не царь Израиля, Шмуэль. Но он не знал одно. Сыновья Кораха сделали чему? Откуда мы это знаем, что сыновья Кораха сделали чему? Даже из Гимара говорит, что сыновья Кораха учили Талмуд в Бнэйбраке. Почему? Потому что, посмотрите, много псалмов, да, написанных имени с вами Кораха. Либней Корах мизмор. Так можно проанализировать, это очень интересная работа, проанализировать, как бы, составные части псалмов, Тиели. Мы говорим всего о Давида Мераха, это сложнее, да. Посмотрите, есть Либней Корах мизмор. С какой стороны, представьте, Бнэй Корах участвует в Тилим Саря Давида. Делали чему? Говорят, как же самое, Корах, когда он, из-за того, что он видел, что Шмуэль будет у него великим судьей, как он не понимал, что это из-за того, что его дети сделают чему, откажутся от него? А, говорит, потому что он был не на этом уровне. Он был Корах, он был материален, да. А для того, чтобы видеть духовное, это высшее измерение, это он не был способен видеть. Поэтому он проглядел, он не понимал, что можно действительно такая личность, если он соединит свое материальное с духовными устремлениями, он действительно может достигнуть больших высот. Я не знаю, почему-то у меня возникла аналогия с детьми Жириновского. Вы знаете, что перед тем, как Жириновский умирал, знаете, кто это самый? Руководитель, ну, скажем, не антимитской партии, но ультра-расовой российской партии. А дети попросили папа, можно мы поменяем фамилию на фамилию твоего отца? Интересно, что Жириновский разрешил. Они поменяли фамилию и переехали в США, и теперь называется семейство Эдельштейн. Сделали чуму. Жириновский уже был Эдельштейном, он только сказал, что он как бы полуеврей, полурусский, вот такая-то самая, он был Эдельштейн. Я не знаю, еще не исключено, правда, так у него по отцовской линии, так же, как и внуки Высоцкого сделают гиур и будут почище наши Эдельштейны здесь. Могут быть какие-то верующие евреи ходить там в синагогу. Да, это вот, да, это интересные какие-то метаморфозы происходят. Казалось бы, все, это Жириновский или Корох, это пропавшие уже, все, это враги. И вдруг, смотри, в следующем витке, если потомки поступают правильно, если они берут этот шах, который есть в гематрии у Короха и добавляют к этому Эвель, да, духовное с материальным, получается, что это живуче. Так говорят, как Вы знаете, кто был, собственно говоря, мы все, человечество называется как Эношут. Откуда это происходит? От слова Энош. У Адама Маришона потом рождались еще дети, и один из родился ребенок, и Хава сказала, этого мне дал Ашем вместо Авеля, на иврите, Авель, Авель, Хевель, да. А что это за имя? Шет, да, это про родителя Эноша. Шет, говорят, почему Шет, от слова Таштит, основа. То есть Ашем дал ей Хевеля, вместо Хевеля, нечто, что стоит прочно на земле. Соединение поэтому, но это вместо Хевеля, как бы замещая Хевеля. Вот это было состояние, когда Каин объединился с Хевелем в положительном смысле, когда материально объединился, скажем, с духовным в положительном смысле, и поэтому у каждого человека есть, как бы, есть потенциал. Да, как говорил один известный хасидский мудрец, человек должен быть скромным, должен быть, как бы, не претендовательным. Но очень важно, чтобы все, что он сделал, в нем был бы какой-то элемент Каинова печать. Почему Каин считал, что для него сотворен мир? И это очень правильно, да? Все мы должны знать, что мир сотворен для нас, правильно? Мир сотворен для того, чтобы жили бы Бнеадан там, да? Поэтому мы не можем быть покорными, мы не можем быть каким-то, как Хевель, только Хевель шел по пятам Каина. Каин принес жертву, значит, он и принес тоже жертву. А он решил, что он, как бы, станет, наконец, Каином, станет действовать самостоятельно. Еще о чем я бы хотел сказать. Вот сейчас Байден приходит, Байден уже начинает признаваться, что он не может больше функционировать, объясняет, что были какие-то у него о грехе, ищут за это самое. Придет в власти, надеемся, Трамп, как бы, друг Израиля, первый, который перенес американское посольство в Иерусалим. Причем он это сделал дешево. В Иерусалиме было консульство. Есть одно консульство на улице Агрон, недалеко от старого города, ну, небольшое такое старое здание. Но есть новый большой комплекс консульства в районе, там, который граничится с Восточным Иерусалимом. Он был построен американцами для того, чтобы обслуживать арабское население Иерусалима. Ну, это настоящий комплекс. Так просто он сказал, что это здание будет американским посольством. Мы сказали, мы не можем перенести, это огромные, знаете, все эти служащие, они всегда ставят палки в колеса, они говорят, это сегодня президент, как вы можете говорить о том, что мы переносим здание, мы переносим посольство в Израиль, это стоит миллиарды, у нас нет таких бюджетов. Нет, здание, какая разница, там будет флаг, скажем, они будут работать в Тель-Авиве, как прежде, это их большой комплекс. Но официально знамя Америки, знамя США будет стоять в Иерусалиме. Так вот, Байден, возможно, победит, как я сказал, его флаг, его знамя, знамя американцев. Это American Dream, американская мечта. Какая американская мечта. Папа работает, мама занимается общественной деятельностью, папа хорошо зарабатывает, у него есть домик, приходит, дети его ждут, едят, говорят о делах. Вот такая идеальная какая-то картина, к сожалению, уже наверное, в нашем мире она маловозможна. Скажем, а у нас какой есть? Израиль Dream тоже есть, правильно? Есть American Dream, он понятен, да? Это обычно обывательский, мечтанский Dream далеко не поведет. А что с Израиль Dream? Вот подумаем, какой у нас Dream? Для чего мы живем? Я думаю, что это, скажем, борются сейчас. Ликут поддерживает Ликут, поддерживает Натанияу, поддерживает сейчас Исраиль Касса. Скорее всего, Исраиль Касс – это будущий протеже Натанияу. Натания уже понял, что он уже больше не может продолжать. Он ищет себе преемника, который как бы продолжит. Скорее всего, Исраиль Касс, министр странах дел, умный человек, образованный. А что он представляет, кроме технократии? Это не будущее Израиля. Большинство людей в Израиле, наверное, так и думают. Вот у нас такая красивая страна, развивающаяся. У нас есть хай-тек. Да, это одна из первых стран по всяким стартапам. Все это так очень хорошо идет. Но это не Израиль Dream. Как мы знаем, Израиль Dream – это как раз то, что не хотел Курах. Не хотел, чтобы было бы у нас общество. Я говорил об этом, может быть, недостаточно акцентировал на прошлом уроке. Отношение еврейской веры к государству. Тут нас могут приветствовать все анархисты. Еврейская вера не нуждается в государстве. Вы знаете, первые работы греческих философов это было, называется философское сочинение под названием «Государство». Как должно быть построено государство? Очень так разработано. Вот, по сути дела, современные государства примерно так и работают на основании того, что было разработано в V веке до новой эры. Есть верхнее правительство, есть фискальные организации, есть полиция, которая наблюдает. Еврейская вера вообще этим не занимается. Мы не хотим, как говорил, я всегда цитирую Ленина, государство – это насилие. Нас насилие, нам не нужно государство, если сегодня мы нуждаемся в государстве для того, чтобы защищаться от врагов. А в принципе, еврейская вера не ставит своей задачей в централизованном управлении всеми людьми, говорить, что они должны. Живите, как хотите. Каждый живет так, как ему хочется, как нравится. Правда, мы надеемся, что живут по законам Тары. А что самое главное у нас, где находится центр, центр – это духовная власть. А как становится духовная власть – положительными примерами. Когда у нас во главе государства или во главе какой-то духовной элиты стоят благородные люди, которым мы хотим подражать, которым мы хотим всем – это настоящая власть. Насилием ты ничего не решаешь. Вот это проблема. Как, в какой момент у нас появятся такие духовные личности, которые мы все можем согласиться принять и идти за нами. Сейчас идет Чехалда, кто будет главным рабином. Будет ли это Сианинский главный рабин, или это будет Харидимный главный рабин, Сифарский главный рабин. Это все не то. Это по-прежнему еще очень низкий уровень развития народа Израиля. Поэтому от каждого из нас обещает, естественно, чтобы мы думали, как говорил Наполеон Бонапарт, плох тот солдат, который не видит в своем ранце жезл маршала. Каждый из нас должен думать о том, что он должен привести эту духовную личность, которая будет управлять этим миром, которая будет управлять нашим народом. Миром оставим в покое, мир нас не интересует. Мы никого, и это как бы я использую здесь мощный канал Махон Миро, чтобы сказать всем людям. Мы никем не хотим управлять. Мы не хотим никого подчинять или подавлять. Мы хотим создать идеальное общество во главе с хорошими людьми, чтобы делали бы вещи, которые как бы создают перспективу для развития человечества. Вот мы говорим очень часто, говорим в псалме царя Давида «Ор хадаш от сион таир» или «Тэнану тора хадаша». Что мы хотим? Это новый завет христианский? Нет. Просто мы говорим, что в тот момент, когда народ Израиля собирается в стране Израиля, у нас есть бет-мигдаш, и мы действительно находим такого духовного лидера, который нами руководит, который является для нас примером. Мы начинаем понимать то, что написано в Таре. Мы сейчас читаем, вот Тара, это все очень интересные вещи, но все-таки между собой, когда мы говорим, мы говорим, что вот тут сказано все эти рассказы, корах и прочее. Это все, что Тара хочет нам сообщить, это все, что Ашем хочет нам сообщить. Нет, здесь заложены очень великие тайны и истины, но мы их не умеем считывать. Потому что для того, чтобы читать и раскрывать эти великие идеи, которые продвигают все человечество вперед, надо быть как бы на высоком уровне, пользоваться, владеть другим языком духовности. Как я говорю, когда ты известный из области, скажем, компьютерной, считать сообщение, надо уметь пользоваться определенным языком этого сообщения. А мы пока что этим языком не пользуемся. Хотел еще сказать в заключении обочине, была такая у меня идея. Мы слышали о эффекте комментрии. Такая очень интересная история из Второй мировой войны. Англичанам удалось расшифровать код немецкой разведки. То есть все секретные сообщения раскодировали и могли читать. Анигма? А? Анигма. Да. И вот. И, значит, они узнали, что германская авиация собирается бомбить город Комментри. По каким-то причинам они считали, что там что-то находится. И перед Черчиллем стояла проблема. Если мы начнем эвакуировать заранее жителей города Комментри, значит, все станет ясно. А, возможно, мы, пользуясь этим кодом, расшифровкой этого кода, мы узнаем гораздо более интересные вещи. Вывод. Надо жертвовать жителями Комментри. Вот это решение, которое может сделать только глава правительства или ответственный человек. Нельзя уйти от этого. И он преднешение. Он жертвой жителей Комментри. То есть все единственное, что он дал распоряжение в ближайших городах сфинкцировать как можно больше корректов скорой помощи. Надежда, что это не станет явным. Представляете, вот такое решение. То глава правительства иногда должен принимать болезненные решения, которые понимают, что когда потом они будут раскрыты, они могут им устроить его место и прочее. Знаете, вот при помощи этого умения расшифровывать эти сообщения, они узнали и могли передавать ложные сообщения. Они узнали, где немцы готовятся отразить вторжение. Они знали, что готовится вторжение на территории Европы. И они по всем подсчетам пришли к выводу, что это какое-то определенное место на побережье Франции. В тот момент, когда Айзенхауэр и командные войска узнали, что это место, где они сосредоточили части и артилюр и все, они совершили переход в день Х в другом месте. Таким образом стало возможно. Смотрите, кто мог знать этот расклад? Таким образом стало возможным большими потерями, но тем не менее, начать переправлять, создать этот мост из Англии в Европу и начать этот второй фронт. Правда, говорят, что Красная Армия, Советская Армия сделала главную работу, но понятно, что второй фронт это было великое дело. Заодно мы спасли жителей всех этих европейских стран, которые удалось изгнать оттуда немцев. Спасли их от коммунизма, потому что план Сталина был под жупелом борьбы с фашизмом дойти до Ла-Манша. Все это самое сделать, превратить всю Европу в коммунистическую. Таким образом спасли. То же самое решение лежит на плечах нашего правительства, нашего главы правительства. Есть мнение, что известно местонахождение Синвара и что он окружил себя десятками заложников, понимая, что Израиль не осмелится атаковать, потому что понимая, что как только запахнет жареным, погибнут заложники. И в этом смысле представление Синвара о гуманности евреев его не обманывает. И действительно этот расчет. Если был бы Чарчелленд, что бы он сделал? Он бы спустил бомбу огромной мощности там, где они потому что, ну что делать? Ведь на самом деле расчет очень простой. Не хочу быть, как бы, каннибалом, но когда мы любой ценой хотим спасти эти 30 человек, у нас каждый день гибнут десятки солдат. Это счет очень простой. Кто-то должен уметь принять решение. Поэтому, если есть сильный руководитель, а сильный руководитель это тот, который готов принять ответственность за свои ошибки. Сесть в тюрьму, получить наказание. Это называется настоящий миссиротный эпох. Вот, надеемся, что наш глава правительства, генеральный штаб, я уже не знаю кто, проявит. Если правильное представление о том, что не уничтожает, ведь потому что понятно, что пока это осирное гнездо существует, война продолжается. Когда оно будет уничтожено, все, пойдет на нет. Надеемся, скорая победа. Я всегда кончаю, это надо знать. Израильская армия побеждает, мы очень эффективны, но недостаточно быть смелыми, надо быть умными. Спасибо. Спасибо. Спасибо.